всем здравствуйте давайте проверим связь напишите как меня видно как меня слышно еще раз всем здравствуйте я очень рада приветствовать вас на уроке алгебры в седьмом классе надеюсь что вы в хорошем расположении духа готовы к восприятию новой информации ну что ж тогда все внимание на экран итак тема сегодняшнего нашего урока свойства действий над числами мы сегодня повторим свойства действий с рациональными числами будем развивать вариативное логическое мышление на каждом уроке мы с вами это делаем и практиковаться в устном счете нам сегодня придется и конечно закрепим изученный материал решением упражнений ребят сразу обратите внимание на домашнее задание сфотографируйте или запишите сегодня домашнее задание по учебнику алгебра 7 класс это учебник макарычева номер 71 72 75 а сейчас мы разберем с вами предыдущие домашнее задание которые вы получили через я класс проверяя ваши домашние я обратила внимание на то что очень много затруднений было вот с этим именно номером вот мне даже писали ребята в личку ватсап чтобы я еще раз объяснила эти примеры давайте внимательно прочитаем условия известно что а и n это отрицательные числа взяли себе на заметку то есть мы берем два отрицательных числа и нам нужно их сравнить ну естественно какие мы знаки сравнения знаем больше меньше ли равно вот смотрите нам нужно сравнить слизи за курсуром минус а и н почему-то вы всем не ответили что н больше чем минус а но это же неверно еще раз а у нас какое число отрицательные а если мы поставим переда знак минус то он получим минус минус а два минуса подряд нам всегда дают плюс то есть в данном случае минус а уже число положительное я хочу обратить ваше внимание на то что если вы видите перед числом знак минус то очевидно что она отрицательная мы очами это видим но если перед буквой стоит знак минус это совсем не означает что это бог что само число будет отрицательные потому что видите она была изначально отрицательная тогда мы получим слева какое число положительное а справа то отрицательное вы час все записано то что я вам прокомментировала значит число противоположное отрицательно положительное до минус а мы не положительное число n по прежнему отрицательное число а любое положительное больше отрицательного значит правильный был ответ знак больше обратите внимание пожалуйста и еще одно задание там но она аналогичная предыдущему только там стоял знак модуля еще раз обращаем внимание на то что m отрицательное число отрицательное число да и мы должны сравнить модуль минус m и минус m само число минус m если мы помним определение модуля что такое модуль это расстояние от заданного числа до нуля расстояние не может быть отрицательным да поэтому если мы число заключаем под знак модуля мы всегда получим положительное число положительное число слева а справа у нас же минус m то есть противоположное отрицательного тоже положительное в итоге мы получаем и слева и справа одинаковые положительные числа значит какой знак между ними нужно было поставить между ними нужно поставить знак равенство спасибо вижу вашу активность я думаю что больших ну я бы сказала что да это задание требующая повышенного внимания нужно было очень внимательно читать условия ребят у меня к вам информация по поводу процентной сетки ваших оценок я вам ее давал да то есть мы еще раз ее посмотрим чтобы меня больше не спрашивали а если у меня столько то процентов какая у меня оценка но у нас есть такие ребята которые не приступают к выполнению работ теперь в электронном журнале у него стоять оценка 1 то есть единица это тоже оценка даже двойку нужно заработать смотрите чтобы получить двойку нужно набрать от 0 до 44 процентов и будет в скобках стоять что к уроку ученик или ученица не готов как это повлияет на ваши итоговые четвертные оценки потому что четвертные оценки вы сами знаете проставляется проставляет систему в электронном журнале оставит она эти баллы по среднему арифметическому вот например возьмем оценки 5 4 3 2 да ну допустим вот в течение четверти вы получили такие оценки я должна просчитать какую же оценку вы или вы сами можете это сделать вы получите в итоге средне арифметическое три с половиной вот теперь мы второй я сейчас объясню почему именно такой пример я привела а вот это было не то есть мы получили за эту работу единицу и средне арифметическое уже 3,25 посмотрите какое расхождение то есть в первом случае система ну скорее всего пойдет навстречу ученику и получит ученик оценку 4 а в следующем случае оценка однозначная 3 да если мы будем округлять 3 25 округление до тройки пойдет вот здесь пограничное состояние до три с половиной конечно мы так округляем до четырех но вот здесь вот именно такое пограничное состояние поэтому я еще раз вас прошу все домашние работы которые были заданы в я классе или по ученику должны быть выполнены вами в обязательном порядке но если какой то есть фос-мажор обращайтесь классному классный руководитель всегда со мной связывается и я еще раз повторно вышлю вам работу но учтите вас 90 человек я не могу повторно высылать работы все это если какие то прям очень чрезвычайные обстоятельства мы идем с вами дальше и оценочный лист за предыдущий урок перед вами ребята молодцы я вас поздравляю с пятеркой теперь открываем свои теоретические тетради и пишем тему урока основные свойства сложение и умножение чисел записываем в своих теоретических тетрадях так записали теперь все то что я буду говорить и то что вы видите будете видеть на экранах монитора вы делаете под запись в своих теоретических тетрадях если вдруг вы что-то не успеете то вы всегда сможете посмотреть этот урок и все остальные уроки в ю тубе можете останавливать там его хоть тысячу раз и записывать и смотреть так как вам нужно первое свойство которое мы будем повторять это переместительное свойство мы сразу будем говорить это свойство для сложения и для умножения может быть кто-то сам из вас не напомнит что это за переместительное свойство сложения умножения спасибо марсултан для любых чисел а и b верны равенства это вы не пишите а вы пишите только формулу а плюс b равно b плюс а вижу октан молодцы то есть переместительное от перемены мест слагаемых сумма не меняется точно такое же свойство справедливо для произведения то есть произведение а b равно произведению b а а ты мы с вами от перестановки мест множителей произведение не меняется записываем следующее свойство сочетательное свойство ну пожалуйста подскажите мне что я должна буду записать октан вижу ну давайте проверять для любых чисел а b и c верны равенство и пишем равенство она у вас перед глазами обратите внимание на то как я им прочитаю то есть мы должны следить еще за нашей грамотной речью и кроме того иногда у вас бывает такое задание то есть записана математическая формула а вы должны словесно ее озвучить или наоборот словесная формула вы должны записать все математически сумма а и b видите сумма а b и c равно сумме а и b c ну а как это записано вы видите для произведения аналогично то есть что мы можем сказать сочетательное свойство что нам позволяет сочетание сочетательное свойство сложения и умножения позволяет нам складывать и умножать числа так как нам удобно да так как рационально идем дальше это то что я вам говорила слагаемые в любой сумме можно переставлять произвольным образом и объять и объединять их в группы так как нам нужно ну например сто восемь семь плюс пятнадцать плюс тринадцать естественно мы будем считать устно и пример не такой сложный мы могли считать в лоб да вот прям как видим так и считаем но нам это не очень-то удобно удобнее что было сложить на сто восемьдесят семь и сто тринадцать правильно да и по сочетательному свойству мы могли в любой сумме переставлять местами произвольным образом 300 плюс пятнадцать получаем триста пятнадцать то есть эти правила помогают нам в рациональном счете да как легче считать то же самое будет для множителей множители любого произведения можно переставлять произвольным образом и объединять их в группы смотрите для множителей это правило работает но для частного когда мы делим это правило может не работать вот вам нужный пример я думаю сейчас вот прямо умножать не так будет удобно а что нам нужно будет сделать 17 ювелина ты думаешь в ответе будет 17 ну давайте проверим нам проще было 0 5 умножить на 20 и потом умножить на 1 и 7 естественно 10 умножить на 1 и 7 как правильно сказала ювелина будет 17 совершенно верно это правило рационального счета и последнее свойство которое вы запишите себе в теоретическую тетрадь это распределительное свойство записано значит это у нас до этого было переместительное сочетательное и последнее свойство которое мы будем рассматривать это распределительное свойство но опять же она справедлива для любых чисел a b c я вижу что марсул там не уже написал вот она у вас на экранах монитора распределительное свойство умножение относительно сложения посмотрите мы с вами иногда говорим так это раскрытие скобок то есть мне а нужно умножить на b и а умножить на c получаем а b плюс а c но ребят хочу вам сказать одну такую вещь не всегда рационально использовать распределительное свойство все будет зависеть от того каков у вас пример то есть иногда проще выполнить по действиям то есть сначала выполнить сложение потом умножение но иногда бывают примеры когда действительно рационально раскрыть скобки раскрыть скобки я думаю что вы успели записать и мы сейчас с вами посмотрим пример ну это опять пример на рациональный счет что нам удобнее будет сделать нам удобнее будет 9,35 отнять 4,35 да и сложить с 10,21 это уже устный счет и в ответе спасибо ребята 15,21 мне всегда радует когда вы очень активно участвуете в уроке идем дальше еще раз распределительное закон умножения да это раскрытие скобок раскрываем скобки мы таким образом но я думаю что это у вас уже записано в теоретических тетрадях теперь дальше обратите внимание вот первая вторая третью строчку это прямое и обратное действие то есть в данном случае и кстати мы такие примеры с вами решали да посмотрите на левую часть что вы видите вы видите одинаковый множитель его можно вынести за скобки и получить следующее выражение запишите пожалуйста у себя в теоретической тетради почему это облегчит нам счет ну давайте посмотрим вот левая часть сколько здесь математических действий вы произвели давайте посчитаем между а и b стоит скрытый знак умножения это первое действие да здесь тоже скрытый знак умножения второе действие и вы бы выполнили сложение то есть в три действия вы бы считали посмотрим на правую часть сколько здесь уже будет математических действий да совершенно верно вектор здесь уже два действия сложение и потом произведение во первых мы на одно действие будем делать меньше а это всегда приятно чем меньше мы делаем тем лучше тем меньше мы допустим ошибок выносим общий множитель за скобки то есть это называется вынесением общего множителя за скобки смотрите прямое действие это раскрытие скобок и обратное действие это вынесение общего множителя за скобки то же самое справедливо для разности если мы сначала записывали закон для сложения то теперь записываем тот же самый переместительный закон для вычитания я даю вам время на запись и обратное действие да обратное действие вынесение общего множителя посмотрите в первом произведении есть множитель d и во втором произведении есть множитель d мы вынесем его за скобки и получим тем самым произведение d и разности a и b этот закон распространяется на бесконечное количество слагаемых видите мы раньше смотрели два слагаемых можно взять три слагаемых можно взять четыре пять шесть десять и так далее это переместительное свойство видите раскрытие скобок если в скобке у меня идут даже четыре слагаемых слагаем и обратное действие обратное действие я взяла и сложение и вычитание если вы видите то везде одинаковый множитель n и я могу вынести общий множитель n и соответственно в скобках получится следующее выражение но ребят хочу обратить ваше внимание вот на что когда вы будете выносить общий множитель будьте пожалуйста внимательны со знаком то есть в скобках останутся ровно те знаки которые были в первоначальном выражении ну а теперь мы посмотрим устный счет вычислите наиболее рациональным способом вот пожалуйста перед вами выражение записывать не надо потому что мы считать будет вкусно вторая строчка посмотрите что произошло здесь просто поменялись местами слагаемые ну и дальше мы применяем сочетательное свойство сложения нам удобнее было именно так счет произвести я вижу ваши ответы сейчас мы сверим и ответ 1033 хорошо идем дальше давайте посмотрим как здесь произвести умножение смотрите решаете и потом естественно вместе все разберем кстати я вам 2 2 выражение объясню двумя способами как можно решать вы выберете для себя самый приемлемый ну вот я вижу уже ответы у вас появляются ну давайте разбираться значит что нам удобнее было умножить нам было удобнее перемножить минус 0 25 на 4 и потом ну а дальше что остается минус 6 и минус 9 да ребят посмотрите внимательно на вот эту вторую строчку вот здесь во второй строчке я записала пример вот как он шел у вас точно так же я и записала полностью со всеми знаками как он был ну и потом после расчета получилось число минус 54 но вот лично я считаю что это очень затруднительно записывать пример со всеми знаками сразу хотя математически все грамотно все верно я бы предложила вам другой вариант счета посмотрите пожалуйста на выражение на исходное выражение можно сразу посчитать знак произведения и больше никаких знаков не писать давайте посмотрим сколько здесь минусов 1 2 3 3 минуса в произведении 3 минуса в итоге нам дадут общий минус я пишу сразу минус ну а потом все числа без знаковых принадлежностей и в ответе сразу можно было получить минус 54 на мой взгляд так будет гораздо проще вычисляем следующее выражение так что мы здесь видим ну если в лоб решать да то это 3 математических действия произведение произведение и сумма что мы видим мы замечаем что у нас 524 это одинаковый множитель общий множитель это общее для первого и второго слагаемого значит применяя распределительное свойство сложения выносим общий множитель и элементарный счет устный счет который мы сделали за секунду благодаря применению вот этого ну свойство которое мы с вами знаем следующее давайте посмотрим на следующий пример обратите внимание здесь тоже есть одна особенность считать в лоб ну то есть прямо как пример записан довольно сложно бы было я думаю что нам пришлось считать в столбик давайте будем считать устно ну подожду так вижу артем не прислал ответ у всех один и тот же ответ ну что ж будем надеяться что он правильно давайте давайте теперь уже ответ можно не присылать давайте будем проверять в скобках что можно было сделать вынести общий множитель ребят почему я так досконально и подробно объясняю вам такие казалось бы элементарные примеры мы сейчас строим базу мы сейчас повторяем ведь прошло практически ну если считать полгода с того времени как мы вышли на карантин и так мы и не были в школе я думаю что много все пришлось то есть не пришлось много мы забыли Артем спасибо я вижу что осталось 3 минуты ты мне 8 минут напомнила 3 я смотрю ты прям хронометраж ведешь нашего урока таким образом мы выносим общий множитель и получаем следующее посмотрите да я теперь уже 93 получить совсем не сложно а очень просто так и теперь практическая работа вы свои тетради не убираете будем в теоретических тетрадях смотреть что то я делаю не так я же хотела поменять камеру все так мы продолжаем запись следующего примера ну когда мы выйдем в школу пока никто вам не может сказать точно не точно давайте не будем рассуждать о том о чем мы не знаем а будем решать пишем пример 36 так вот так видно ребят напишите ой 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 сейчас сейчас 36 спасибо умножить умножить на 1 четвертую минус 5 18 36 умножить на 1 четвертую минус 5 18 пересвечивает а вот так вот так лучше скажите как лучше вот так лучше ну значит тогда будем работать с таким светом 36 умножить на 1 четвертую минус 5 18 давайте будем считать значит минус 1 вижу ответ дината ну вот дарина прислала барсбек ну давайте будем смотреть скорее всего я думаю что здесь рациональнее будет раскрыть скобки да ну может быть фонтанчиком при мы будем перемножать ребят но это не всегда так не всегда так удобно делать но именно для этого примера 36 умножаем на 1 четвертую минус 36 умножить на 5 18 но теперь уж на 36 и 4 сокращаем это будет 9 и так минус что 10 и в ответе получаем минус 1 да и я практически пишем еще один пример 3,27 3,27 минус минус 6,5 минус 2,5 и плюс 1,73 и плюс 1,73 ну естественно этот пример был дан на счет на быстрый счет вижу ответ единица у вас получилось прямо у всех у всех у всех или вы мне просто копируете ответы ну давайте посмотрим ну а вот вижу другой ответ ну вот